Видео выставляют вот этого мужика, который стоит, герой дагестанец там, он с Даудовым жестко разговаривал, ребята, уважаемые мои братья дагестанцы, вы же все не знаете, что там было. Вот этот мужик, я смеялся, стоял, мне говорят, ты что, я смеялся, стоял, невозможно было. Этот мужик, он говорил там, вот мы разговаривали с ним, этим мужиком, вот рядом с ним стоит в белой рубашке, тоже дагестанец, мне говорят, что ты среди чеченцев, это наши были дагестанцы, вот сзади Магомеда Даудова, справа был чеченец, а он зашел к нам, где дагестанцы были, и он говорит, этот мужик, я ему говорю, этому мужику, когда карты показал Даудов, он говорит, а это какого года карта? Это горец дагестанец, его пиарят везде, какого года карта? Ему показал Аптеллаудинов, генерал, он говорит, посмотри карта, 42-й год. Он говорит, а где раньше, вот, Николаевские карты, говорит. Я ему говорю, этому мужику, телефон открыл, а у меня карта Николаевская была, я же подготовленный человек, я привык, общественник всегда языком документов разговаривает. Я ему открываю телефон и показываю карту Николаевскую, и там написано, земли выше Баба-Юрта, все вот это, Кизляр, Тарумовка, Нагайский, все, они все назывались Терская губерния. Я говорю, вот тебе карта Николаевская, ты готов эти земли отдать Ставропольскому краю, этому мужику? Он говорит, да, пусть им уйдет. Я так, я думал, он как бы здравый мужик скажет, нет, ты что? Он говорит, да, пусть Ставропольцев отдают, говорит. Я рядом ему, мужики с ним стоят, ребята там, я говорю, а вы поддерживаете его решение? Да, говорит, пускай заберут Ставропольцы. Блин, я думаю, или я болен, или я не понял, куда попал. Я потом, я, честно говоря, оторопел. Потом я другим ребятам поворачиваюсь, говорю, ребята, вы тоже их поддерживаете, чтобы эти земли отдали Ставропольскому краю? То есть, лишь бы не чеченцам, пускай Ставропольцам уйдет. Они говорят, нет, мы против. Я говорю, вы против этого решения, что ли, говорю, чтобы отдать Ставропольцам? Ну, чтобы слышали все. А с той стороны кричат, Шамиль, ты наши земли Ставрополью хочешь? Отдать, что ли? Я стою в дурдом какой-то. И мне ребята говорят, Шамиль, ты оставь, ты не везешь, они сами не знают, что они хотят. Я потом взял, отошел, просто я устал, понимаешь, один одно, говорит, другой, другой, говорит, третий, третий, говорит, друг с другом, они абсолютно разные позиции. Ребята, мы в Дагестане, я это прямо сказал, мы когда зашли в райотдел Кизлярский, собрались там ребятами поговорить в помещении. Я им прямо сказал, ребята, мне честно говоря, очень неудобно было перед чеченцами. Я говорю, у них один говорит, и все слушают. А у нас, в Дагестанции, как обычно, один говорит, 150 человек орут. Вообще нет уважения друг к другу, не слушают даже. А один одно говорит, другой, другой говорит, третий, третий, 50-й, 55-й, говорит. Не поймешь, а я базар превратили. Ребята, вот так в нынешнее время наши дагестанцы, к сожалению, ведут дискуссию и полемику. Каждый говорит, что попало. Нет единой позиции. Или же говорят нелогичные вещи. Когда им говорят, знак стоит, они знаете, что говорят? Вот Магомед Даудов говорит, вот знак стоит на нашей земле. Они говорят, мы же можем этот знак поставить. И наши говорят Даудову. Да, говорит, этот мужик тоже. Да, вы можете здесь, разговор нету, вы можете здесь ставить, раз это ваша земля. Потом понял, что согласился. А как же согласиться с чеченцем? Это же преступление, это же нельзя, надо что-нибудь другое сказать. И потом тут же добавляет. Но вы, чтобы это поставить знак сюда, вы у нас разрешение должны взять. Он на них смотрит, я не понял, как это? Я на своей земле знак поставить, должен у вас разрешение взять. Вы понимаете, какой абсурд был? Я это все видел своими глазами. Я просто, я у меня, я вот это смотрел, у меня вот в голове не укладывалось. Это люди откуда пришли некоторые? Один теперь говорит, рядом стоит вот этим мужиком, который чуть бородки. Магомед Даудов ему говорит, слушай, говорит, вот скажи, пожалуйста, вот это чья земля, говорит, вот где я стою? Тот стоит на него, смотрит, говорит, эээ, у нас сейчас земля, говорит, только, говорит, два на два, на метр, туда-сюда, начал лекцию читать. Магомедов говорит, слушай, ну ты же понимаешь, что я имею в виду, да? Тот начал ему лекцию рассказывать, что мы все люди, что мы там, что-то, что-то там, земля похоронит, что-то, целую лекцию. Короче, они стояли, чеченцы просто стояли, смеяться начали в стороне, вот друг друга улыбаются и смеются. Я на это смотрю, мне неудобно было. Слушай, если ты видишь, что ты полемику не выдерживаешь, вот это рот закрой лучше, отойди в сторону, чушь не неси, перед людьми неудобно бывает. Чушь. Такую, ну скажи, да, я, да, понял, ребята, извините, мы не знали, молодые ребята снесли, оказывается, это ваша земля. Ну, лицо сохрани, достойно красиво выглядит. Нет, и еще хуже дрова ломают, идут, показывают вот этот, вот, я вообще не знаю, маразм какой-то, ну, неудобно, стоишь, смотришь, да, ну, как красиво мужчины ведите себя. Ошиблись, признаете ошибку, сказать, вассалам, вакалам, базара нету, все, мы ушли, мы не знали. Хотя бы чуть красиво, гордо, ну, зачем дальше усугубляет, ребята, ну, вот такие вещи делали, я это все видел своими глазами, я же свидетель, как-никак, это, все это, при мне, я стоял, вот это все, все разговоры слушал. Все наши министры, все руководители администрации, все, они сказали, это ошибка, наши ребята погорячились, да, не знали, ребята, согласны, не знали, что это чеченская земля. С кем не бывает, и люди другие тоже, здравые люди тоже были там, они говорили, ребята не знали, говорят, что это чеченская земля, что теперь делать. Теперь там речь шла о том, что знак стоит, указатель, почему нету. И Магомед Давудов тут же сказал, эти прибежали, в момент стрелку поставили туда, в момент взяли стрелку, прилепили, вот, пожалуйста, что-нибудь еще надо сделать. Но теперь наши претензии предъявляли чеченцам, теперь чеченцы уже не выдержали, говорят. Вот это знак Кизляр написано, видите, наши говорят, да, вот это знак Кизляр стоит на нашей чеченской территории, вот, это наша земля. Вот за мостом ваша земля, а это, середина моста, это наша, этот знак стоит, говорит, на территории Чечни, вот Кизляр написано. Сколько лет он стоит, хоть один его пальцем тронул чеченец? Нет, говорит, не тронул. А почему вы тронули наш знак, который у нас стоит? Вот зачем вы его тронули? Мы же тоже можем сказать, уберите этот знак отсюда, он на нашей земле стоит. Можем? Наши говорят, да, можете сказать. Ну, а зачем вы же, говорит, вы, говорит, вот я, говорит, вам обещаю, говорит, Магомед Давудов сказал, я вам обещаю, говорит, вы поставите знак здесь где-нибудь, да, вот, направление Кизляр. Один чеченец пальцем его не тронет, говорит, ни в коем случае, никакого разговора не может быть, указательный знак. У нас, говорит, в Грозном там знак стоит, Махачкала, куда ехать, никаких вопросов, говорит. Он показывает, куда ехать, вы зачем вот из-за этого раздули вот это? На мой взгляд, ребята, это целенаправление.